Здравствуйте! Вы смотрите программу Смыслица, еженедельную разминку по русскому языку. Как-то раз смотрела телевизор и услышала каламбур. Александр Привалов, без пол-литра не изберешься. Он принял в первом чтении, потом во втором и в третьем тоже принял. Почему главу Белоярской администрации три года обвиняют в пьянстве? Это пример использования многозначности слова «принял» в языковой игре. Сегодня я расскажу вам, как это работает. Но сначала подробно разберем, что такое метафоры, метонимии и синегдохи. Метафора – это перенос названий на основе сходства признаков. Существуют различные классификации метафор. Например, по характеру сходства цветовые метафоры, золотая прядь, размерные метафоры, тумба от человека, количественные, созвездия журналистов, табун васильков. По стилистической роли в речи метафоры делятся на сухие, образные, общепоэтические, авторские. Сухие метафоры потеряли свою образность и воспринимаются как прямые, а не переносные названия вещей, явлений, действий. Ножка стола или часы идут. Сухие метафоры выполняют номинативную, то есть назывную функцию. Образные, общепоэтические метафоры выполняют характеризующую, а не назывную функцию. Их переносный характер ясно ощущается. Эта прядь такая золотая, разве не от старого огня? Александр Блок. Метафоры авторские или индивидуальные – это слова, имеющие четкое авторство и употребленные в необычном значении. Помните у Ильфа и Петрова коре волос? Это они о лысине. Другая разновидность многозначности – это метонимия. Она основана на смежности явлений. Одно и то же название получают два предмета, тесно связанные друг с другом. Например, не то на серебре, на золоте едал, грибоедов, горе от ума. Метонимии различаются по смежности и по степени выразительности. По смежности метонимии бывают пространственными, выпил целый стакан, временными – дожить до седин, логическими – веселая книга. По степени выразительности метонимии бывают сухие, например, таблетка от головы, общие языковыми, образными. Коричневая угроза – красные регионы или авторские, например, метонимии – потная дискуссия у Ильфа и Петрова. Разновидностью метонимии является синегдоха – это перенос наименования с части предмета на целый. Например, черные береты о морских пехотинцах, голубые каски о миротворцах и наоборот использование множественного числа в значении единственного, чему вас только в школах учат. Пусть наша речь будет безупречной. До встречи!